Всем привет! И сегодня я хочу вспомнить самые жаркие дни из Новороссийска. Конечно же, сопровождая свой рассказ с фотографиями, которые я покажу вот здесь. Вы будете смотреть, я прокомментирую каждую из фотографий. И для вас я отобрал 30 самых лучших фотографий с отпуска из Новороссийска. Поэтому сегодня будет жарко. И это точно! Начнём? А теперь самое интересное. Итак, эта фотография сделана мной в первый день, когда я отправился на море. И, так скажем, я решил запечатлеть на память свой самый первый день пребывания на Чёрном море. И сделал фотографию, собственно, на фоне Чёрного моря. Красавчик! А это был уже мой второй день пребывания в Новороссийске. В этот день я отправился на набережную, чтобы покататься на роликах и провести хорошо время. Было очень весело. А вот ещё одна фотография со дня катания на роликах по набережной. Вы знаете, мне очень нравятся фотографии, сделанные на фоне каких-нибудь лучших достопримечательностей города. Так вот, на этой фотографии представлены на заднем фоне самая популярная достопримечательность города Новороссийска. Это крейсер Михаил Кутузов. А здесь я показываю, насколько прекрасно может быть лето, особенно, когда ты проводишь его на Чёрном море. В принципе, логично. А это я уже решил посетить тот самый ресторан, в котором со своей проверкой была телепередача «Ревизора» и её ведущая Елена Летучая. Кухня была просто... Всё было очень вкусно. Всем спасибо. Классное заведение. Всем советую. Пожалуйста, приходите. Ну, очень большие корабли в Новороссийске до такой степени, что они даже в кадр фотографии не помещаются. Хороший вечер – это когда ты гуляешь по набережной и беззаботно наблюдаешь за морем. А эта фотография была сделана на пирс, длина которого составляет 1 километр. Поразительно. Помню я, как я бесился и бегал вокруг этого фонтана. Было очень круто, было весело, только вот знаете, что меня смутило? Меня смутило то, что почему я бегал под этим фонтаном и мог, весь промок до нитки, когда в это время шёл дождь. Объяснить этот факт действительно невозможно. О чём это я? Действительно, зачем я так делал? Дурак! А это одно из памятных мест в городе Новороссийск. Это мемориал «Малая земля». Как прекрасно наблюдать за кораблями в каваде Новороссийска. А это был дождливый день, и какого-то чёрта я зачем-то попёрся на пляж. Как же так вышло-то, бля? Не знаю почему, но мне пришло в голову, а почему бы и нет? Почему нет? А это был великолепный вечер. Меня пригласили мои хорошие знакомые прогуляться по набережной. Кстати, в этот вечер море очень сильно бушевало, поэтому, чтобы сделать подобную фотографию, мне пришлось даже убегать от надвигающейся на меня волны. Было очень клёво. Ну, а окончанием душевного вечера стал, конечно же, поход в ресторан на набережной Новороссийска. А это после ресторана мы пошли встречать рассвет на пляж. Пять утра! А люди, обслуживающие этот пляж, уже приводили его в порядок. Вот это сервис, друзья, просто на высоте. А это самая южная точка пляжа Суджукская коса. Это фото просто легенда. Угадайте, с кем я сфотографировался. Даю вам три секунды. Три, два, один. Ну, поздравляю, вы угадали. Это Андрей Миронов, который снимался в городе Новороссийск. Это было очень давно. Наверное, в 70-х или 80-х годах, если я, конечно, не ошибаюсь. Очень классное фото. Мне очень нравится. Такое памятное, душевное. Класс! Был на пляже и решил сделать селфи. Но почему оно в чёрно-белом цвете, мне до сих пор это не ясно. Самые красивые закаты можно наблюдать с ресторана Гарде Марин, который находится на набережной Новороссийска. А этот снимок, кстати, с фотосессии на набережной, когда мы пошли рано утром и шёл небольшой дождь. А вот ещё одна фотография с фотосессии. И, кстати, в этот день был очень сильный ветер, который поднял просто цунами в море. И волны не давали мне сделать хорошие фотографии. Они просто меня сносили с этих камней напросто. И вот такую фотографию получилось сделать. Мне очень повезло, потому что я сфоткался с одним из самых больших лайнеров в России. Его плохо видно, но на заднем фоне присутствует. Всё равно. Вы знаете, я, конечно, не любитель спорта, но мне удалось посетить один из футбольных матчей, который был в Новороссийске. Играла своя команда, Черноморец, футбольный клуб. Это сам город Новороссийск. Игроки города Новороссийска. И были соперники из Махачкалы. Я не помню, как называлась команда футбольного клуба, но из Махачкалы они были. И, конечно же, Новороссийцы выиграли. Но мне очень понравилась атмосфера. Очень душевная, очень дружелюбная. Такая прямо поднимающая волну. Реально, сногсшибательная атмосфера. Очень всё было круто. Всё было цивильно. Не так как у нас. У нас вообще всё плохо. Но на Западе, конечно же, всё покультурнее. И всё выглядит гораздо масштабнее и качественнее. Поэтому всё было круто. Спасибо за атмосферу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли в эту пятницу поболеть за свой родной Новороссийский футбольный клуб Черноморец. Больше всего мне понравилась фотосессия с Акулой, которая ходила на протяжении всего матча, который длился около двух часов со всеми таймами, со всеми перерывами. И просто-напросто фотографировалась с болельщиками. Это был самый крутой момент, самый позитивный. Вы знаете, люблю смотреть на море. Могу смотреть часами. Вы скажете, ну что же тут примечательного? Зачем он фотографировался возле какого-то здания, которое просто не поместился в кадр, и пару машин, которые стоят возле? А я вам отвечу, что это один из самых дорогих жилых комплексов, один из самых красивых, потому что стилистика здания напоминает тот самый стиль модерн, когда сейчас приходят на смену новые стили, новая архитектура. И поэтому мне очень захотелось фотографироваться на память. Да не просто на память, а чисто для стайла, потому что я впервые вижу в обычном городе такие бизнес-центры. Но это не бизнес-центр, там живут люди. Он 18-этажный, квартиры там большие, поэтому мне очень понравилось. И вы знаете, что еще не хватает на этой фотографии? Вот подумайте, я даю вам 5 секунд. Не знаете? А я вам подскажу. Не хватает Мерса. Идем дальше. Это был самый впечатлительный момент, когда я ехал из магазина, и по дороге я просто поймал черепаху. И решил с ней сфотографироваться. Последняя фотография на сегодня, 30-я. Это в самый последний день моего отдыха. Я прогуливался по набережной и решил сделать селфи на память. В последний день, так скажем, было грустно. Хотелось даже сделать фотографию в стиле такого грустина. Потому что было грустно, уезжать не хотелось, но видеть на фотографии грустное лицо не хотелось еще больше. Поэтому пришлось расценить улыбку до ушей и сделать хорошую, позитивную фотографию, чтобы потом с радостью, с позитивом вспоминать весь отпуск. Ну вот, друзья, я провел для вас тур по самым лучшим фотографиям из Новороссийска. Оцените мою идею, поставив свой лайк. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о выпуске моих новых видеороликов на канал. Я благодарен вам за просмотр. Я с вами прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok